Медиаметрикс Бизнеса, возможно, части Финансового благополучия и так далее, и тому подобное Вообще, эта программа создана для людей Активных Тех людей, которые в социальном смысле Действительно активны, которые много работают Много приносят пользы, создают продукты Создают услуги И это уважаемые нами всеми люди Наверное, и мной, по крайней мере За себя могу ответить очень искренне Что сильно уважаемые Потому что на них держится практически все человечество А люди это, как правило Стремятся к знаниям Им интересно многое понимать Они стремятся принимать и принимать Чужой опыт И учиться не на своих ошибках А на чужих ошибках Именно для таких людей я и стараюсь Создавать такую программу с разными совершенно Тематиками, с очень широким Кругом этих тематик Именно для того, чтобы люди извлекали Для себя конкретную совершенно пользу В этой студии, в студии в Москве В Медиаметрикс со мной беседовали Очень много интересных разных людей Это уже там третий какой-то десяток интервью В том числе мировые бизнес-спикеры Брайан Трейси Дэвид Аллен Российские спикеры Владимир Тарасов Александр Семенович Фридман И так далее То есть список очень Вот этих интересных людей Которым есть что рассказать Есть чем поделиться своим опытом Знаниями И соответственно пользовать для вас Он очень велик Итак, сегодня мы поговорим Совершенно необычную для меня тему И в том числе достаточно сложную для меня Тема Это тема личных финансов А тематика Это специфично тем, что Ну нужно отдавать себе отчет В том, что 70 лет советской власти Полного отрицания частной собственности И соответственно денег Ну не могли пройти бесследно Ну никаким образом А вот как это должно было наложить Какой-то отпечаток За этим интересно даже понаблюдать И интересно эту тему обсудить Я кстати знаете Где-то на рубеже 80-90-х годов Будучи молодым человеком Задал себе вопрос Ну не может так быть Что у нас капитализм Будет точно такой же Как в тех странах В которых капитализму там 250 лет Ну оказалось, что Наверное так оно и есть Капитализм у нас немножко другой У нас вообще всегда свой великий Какой-то особый отдельный путь Но тем не менее Личные финансы Это вообще особая история То есть вот представьте себе Что генетически В нас В людях Населяющих нашу огромную страну Практически Выбивалось из головы Желание зарабатывать деньги И иметь деньги Потому что это было в свое время На протяжении там Пары десятилетий Очень опасно Как минимум Опасно я имею в виду Даже для жизни Остальные 50 лет Тоже было непросто Так вот Вот это вот генетическое отношение К деньгам такое своеобразное Так сказать С одной стороны С настороженностью С другой стороны К деньгам Как к супервозможностям Что есть сейчас У молодых Оно наверное И сохранилось Наверное в этом Наша специфика Еще у нас Больше чем Где бы то ни было В России Принято Как можно меньше Говорить о личных деньгах То есть это такая Закрытая достаточно Тема Она не обсуждаема В Америке например Там или в Западной Европе Многие с удовольствием Говорят я миллионер Я там доллар И евро миллионер В России Люди стараются С опасочкой Так сказать Промолчать И в этом тоже Есть своя специфика Но тем не менее Все каким-то образом Должны с одной стороны Создавать себе Свой личный капитал С другой стороны Сохранять его И с третьей стороны Его как-то приумножать И вот эта вот Система действий Система каких-то Определенных технологий Она и должна быть Сейчас предметом Нашего В том числе Сегодняшнего изучения Сегодня у нас в гостях Человек достаточно интересный Человек Которого я заочно знаю Примерно лет семь Но увиделись мы с ним Сегодня впервые И я два дня проведу С ним на мероприятиях В моей компании Активный мир В Санкт-Петербурге И этот человек Является фактически Первым финансовым Экспертом Экспертом по личным финансам На нашей территории Что такое финансы И личные финансы Вы наверное уже понимаете Наверное Отдаете себе В этом отчет А вот как Во-первых Создавать Во-вторых Сохранять А в-третьих Приумножать Наверное Это нам должны Подсказать эксперты У Владимира Савинка А он сегодняшний Наш гость У него есть Одиннадцать книг Четыре из которых Бестселлеры Человек Который давно Серьезно занимается Этими вопросами Между прочим Он учился и в Европе И в Соединенных Штатах В свое время Но самое важное Что последние 25 лет Он является фактически Действующим инвестором И специалистом В области инвестиций Поэтому друзья мои Я вам от всей души Представляю Владимира Савинка Владимир Добро пожаловать В Санкт-Петербург На нашу студию Спасибо большое За представление Владимир Традиционный вопрос Который я всегда задаю В своей программе Как вы собственно говоря Пришли вот к этой Самой профессии Такой не самой Распространенной На земле На самом деле На самом деле Это дело случая Как обычно бывает Удача, случаи Наверное Может быть читали книгу Про удачникам Неудачникам Читали людей Которые там Чего-то добиваются Но огромную роль Играет именно Момент и удача Я на самом деле Попал совершенно случайно Я работал Опять же Я занимался инвестициями Я работал в банках Мы инвестировали Ну не свои деньги Резервы банков Либо деньги клиентские Но там уже научился Чему-то Когда я начал сам инвестировать То я как большинство людей Все идут по одной тропинке Я могу ее повторить Когда начинает человек Инвестировать на фондовом рынке В акции Что он делает Он думает Что он умнее Что у него интуиция Лучше развита Что он обыграет всех И вот он заработает там деньги Точно так же я начинал Я начал инвестировать Я как многие купил То что я знаю Мои первые акции были Это Филипп Морис Кока-Кола И Плейбой Три компании Которые я любил Они нормально сработали И третьего любили больше Чем Филипп Морис Но на ней ничего не заработал Кстати Там ноль был Но факт то Что я с этого начал Потом уже Как-то пришел постепенно Когда что-то было Показалось не так просто Это все Начал изучать Отчетность И туда и сюда Но самое главное Что вот когда я начал Заниматься инвестициями Я начал Копаться На различных Финансовых сайтах Яху и прочее И читать статьи И вот там я наткнулся На статью Финансового консультанта Американского Меня это зацепило Заинтересовало Я не планировал Быть консультантом Никогда совершенно Но я начал читать Я даже начал собирать Я до сих пор помню Эту первую статью Это была Статья Кейс Пары Сорокалетней Которых появились Деньги свободные И они не знали Что делать Как закрыть дыры Как начать Либо на детей накапливать Либо дом купить Либо что-то еще сделать И вот консультанта Все разложил по полочкам Как надо То-то, то-то и то-то Мне это очень нравилось Я с удовольствием читал Насобиралось С статей Куча вот этих Консультантов Но я повторю Что я не собирался Быть консультантом Никогда Это его величество Случа Попалась статья В журнале Вот удивительная Я вспоминаю всегда Когда вот я сейчас Там с 2002 года Начал работать с консультантом Я вспоминаю Что когда-то видно Что-то зацепило Там вот Крутилось мозгу Это все Вот говорят там Всякие там эти Ну не знаю Я не занимаюсь Вот этими вещами Но что-то зацепилось И как-то привело к этому На самом деле Воля случая У меня не было Какого-то наставника Чтобы говорил Вот ты так работаешь Вот эта вот Информация Изучение Я знал английский язык Хорошо с тех пор Давно Поэтому вот Информацию Которую получал там Из тех же сайтов Из книг Я начал покупать книги Инвесторов Я изучал вот эти вещи И постепенно Вот пришел к тому Что эта тема Интересна для меня Она очень интересна И в 2002 году Я ушел из банка И занялся вот этой Этой деятельностью Кстати Ушел потом в МЛМ Я продавал финансовый продукт Хороший продукт На самом деле Надежный Но я через какое-то время Понял что это Совершенно не мой бизнес Я не могу работать в МЛМ И начал уже читать семинары Семинары дали материал Для книг со временем И в 2006 году Издал первую книгу Опять же На базе своих семинаров Вебинаров Которые я читал Ну понятно То есть вот Цепочка все-таки случайная Это кстати первый раз Такая вот совсем Случай-случай Потому что я опрашивал Там скажем 20 интервью Мной спикеров Перед вами Но у всех все-таки Такая какая-то была Большая там Мотивационная там Изначально Первого шага Да История У вас она совсем Интересная Ну на самом деле Да Видите какая удача Потому что я пришел В 2002-2003 году на рынок Когда никого не было То есть там Ну не око было Учиться вообще То есть я пришел И вот То что я нарыл Где-то там на зарубежных сайтах Накопал Начал постепенно печатать здесь Там Ведомость И коммерсант Ньюсвик Заинтересовались темой И начали меня печатать И потом семинары Москве Ну это вот интернет Помог опять же Все это Но повторю Что вот в данном случае Не у кого было учиться К сожалению Я думаю что наставникам Было бы гораздо проще И лучше это развить Ну хорошо что не у кого Было учиться Потому что вы сами Смогли уже В конечном итоге Начинать учить Прекрасно А Правильно ли все-таки Вот с вашей точки зрения Ну прошло там Сколько-то там 13 лет да Условно Вот Выбор-то правильный был Вот как вот вы считаете Уже на расстоянии На так дистанции В 13 лет Безусловно Безусловно Я даже не сомневаюсь в этом Я могу сказать Что на одном месте Я долго никогда не работал Это кстати да Это я с 2002 года Получается 16 лет И занимаюсь этой деятельностью Я обычно Я работал в финансовой сфере долго Но как-то То в разных банках В разных Ипостасиях Но вот эта сфера Очень интересна Она интересна И с социальной точки зрения И с материальной Со всех Ну может быть мне проще Я первый был Как бы тоже Хотя сейчас очень много Консультантов Которые тоже захватывают Часть рынка И я думаю Места в России Точно всем хватит Тем кто готов Да А вот такой вопрос Все-таки Вот как вы считаете Вот отношение к личным финансам У нас там И скажем на западе Это разные истории А может быть и на востоке Вы знаете На самом деле История это одинаковая Но Россия Как страна развивающаяся Она копирует запад В общем-то Она копирует И плохое И хорошее То есть хорошее то Что новые инструменты появляются Новая там информация появляется Но Вот люди начинают инвестировать Есть фондовый рынок Но плохое то Что они начинают брать кредиты Не думая То есть им дают деньги Они берут Совершенно не думая о том Как они будут расплачиваться То есть разные вещи Но Там тоже много Финансов Неграмотных людей Вы это знаете Банкротятся Берут кредиты И прочее То же самое у нас Но у нас просто процент больше Конечно же больше У нас меньше Финансово грамотных людей Хотя брат столицы Москва-Питер Безусловно там проще Если выезжаешь дальше Понимаешь Что люди думают По старинке Относятся по старинке К инвестированию К управлению Личными финансами Там есть вопросы Есть проблемы И вот то обучение Массовое Которое идет Конечно помогает Вообще такое ощущение Честно По кругу своего общения Что многие люди У которых нет много денег Но много они считают Это уже там Измеряемые там Скажем Ну как минимум Сотнями тысяч долларов Или там евро Они считают Что вообще инвестировать Они не могут Они не тот социальный класс Для инвестиций И вот это вот Внутренний какой-то Тормоз для того Чтобы инвестировать Пусть даже небольшие деньги Степ-бай-степ Там какими-то Небольшими порциями Люди морально К этому не готовы И они все время Говорят себе Я начну инвестировать Тогда Когда достигну Определенного достатка А беда И проблема в том Что как только У человека появляется Больше там ежемесячного дохода Он начинает Просто жить На этом уровне И так дальше Так сказать пока Да Ну практически Это бесконечная гонка С самим собой Поэтому Не до инвестиций У нас в России Ну хорошо Но это на самом деле Везде Все-таки везде Да не только у нас Везде Вы наверное читали Может быть Мэнсона Исследование Американский блогер Он писатель Он провел исследование Когда ему исполнилось 30 лет Он своим подписчикам Разослал вопрос Всем кому за 40 Поделитесь опытом Всем кому за 30 Чтобы мы не повторяли Ваши ошибки Отозвалось это Тысяча человек Которые сказали Да вот то-то То-то делайте И вы знаете Какой был Самый популярный ответ Начинайте Откладывать деньги Прямо сейчас То есть не откладывайте Этот процесс На более дальний срок Начинайте прямо сейчас Это был на первом месте Поэтому вот это Как вы говорите Ошибка Я тоже упоминаю На семинарах всегда Когда человек говорит Ну я позже Ну да вот Там дети подрастут Потом начну Ну потом да Ну вот внуки подрастут Вот дом построю Вот там дача А потом уже 50-60 Думаешь ну уже Когда Все получается Некогда инвестировать Ну хорошо Владимир Давайте теперь перейдем К проблеме уже К сути Потому что мы же Стараемся сейчас Быть для наших зрителей Полезными И интересными Ну предположим Что нас не смотрят Люди Которые зарабатывают От миллиона долларов И больше в год Да Предположим Не смотрят Люди Но с разным достатком Естественно Совершенно С разными заработными платами Доходами И так далее И тому подобное Вот что самое важное Вот в этой тройке Да Создать Собственный капитал Сохранить Приумножить Вы можете рассказать Ну там за какое-то Ограниченное время Предположим Минут за 20 Вот просто такая Некая Такая Сжатая информация Для людей Крайне полезная Я надеюсь Для того Чтобы они просто поняли Какие-то основные советы Вот Эксперта И финансового Инвестора Андрей Я могу вообще За минуту сказать Два Два простых совета И в заключении скажу И сейчас скажу Это идет нитью Постоянно На всех семинарах Две простые вещи Ведь Проблемы Финансовые У кого появляются У тех Кого нет денег У кого нет денег И тех У тех Кого не есть И проблема Разного вида Совершенно Вот сейчас Все у кого есть деньги Думают Что делать На фоне санкции Что делать Вот там Опять что-то Кто-то сказал Будешь с фондовым рынком США Что-то непонятное Либо в России Либо с долларом Либо с евро Что делать У них головная боль Есть что терять У кого нет денег Говорят Мне бы ваши проблемы Меня ничего не волнует Ни доллара Ничего Просто где взять деньги И поэтому Вот И к тем К другим Два разных совета Первый У кого нет денег Это начинайте Что-то откладывать То что я говорил Начинайте прямо сегодня Не тратьте все деньги Это самый простой совет И он настолько Простой Элементарный Эффективный Если вы начнете Какую-то долю Маленькую откладывать Люди считают Что если откладывать Там 10% Это ерунда Ничего не решит Что я отложу Тысячу, две, пять тысяч Рублей в месяц Что это решит Посчитайте Что это решит Вы будете инвестировать Капитал растет А вот те Кто инвестирует Им совет Опять же Не суетиться И не влазить В какие-то рискованные проекты У меня столько было Вот этих вот На протяжении Пару лет Столько было случаев Когда приходили И хотели Вложиться к криптовалюту И вот Задача консультанта На удивление Многие считают Что консультант Он должен давать Постоянно совет Что делать Но чаще консультант Должен говорить Что не стоит делать Не влезайте туда Не лезьте туда То есть он должен Ограничивать своих клиентов От неправильных шагов Это я считаю Более важно Даже чем сказать Куда идти Понимаю На самом деле Опять же У меня тоже было отношение Очень странное К криптовалюте Вы наверное Все-таки Советовали не делать Конечно Да безусловно Понимаю И удивительная история Что люди Которые не понимают Как мне кажется Вы меня может быть поправите Вот выигрыши В криптовалюте Знают о них все О выигрышах О проигрышах Коих там 80% Наверное Всех этих случаях Не знает практически никто Потому что это Личная проблема Спрятанная у себя Внутри И в том числе Даже от своих друзей Правильно ли я понимаю Совершенно верно А вообще криптовалюта Это перспективно Я так сейчас От немножко Андрей смотрите Криптовалюта Это не инвестирование Это игра То же самое Вы можете взять Поиграть Скажем на курсе Вот на форекс Выйти на валютный рынок И решить заработать На колебании курса Доллар Там монгольский турик Они тоже Сильно колеблются постоянно Зайдите туда и играйте Та же игра с криптовалютой Просто это новая валюта Там взлетела Упала Сейчас она будет колебаться Можно на ней поиграть Но это не инвестирование Инвестирование Это когда вы покупаете Акции Макдональдс Вы знаете что это бизнес Который работает Который будет давать вам дивиденды И вы можете получать Зарабатывать Они будут расти Криптовалюта Это просто валюта Это не актив Это просто игра То есть тут Ну это инструмент Для трейдеров дополнительный Для спекулянтов Но не для инвесторов Понятно Но все таки люди боятся Инвестирования Вообще само слово по себе Такое достаточно страшное Для людей Наверное Потому что Инвестиции Они всегда как бы рискованные Вот что финансовый консультант Должен сказать людям По поводу инвестиций В принципе Потому что еще раз Но имеет ли смысл инвестировать Предположим Человек накопил 10 тысяч рублей Имеет смысл их инвестировать Или нет Такой простой житейский вопрос Если они Ему не понадобятся В течение 2-5-10 лет Он решил Что это я буду накапливать На пенсию Либо на ребенка Либо на что-то еще Конечно Надо инвестировать То есть даже вот такие маленькие суммы Безусловно Любые суммы Абсолютно любые суммы То есть 3 шага Первый Это резервный фонд Кстати вот Наибольшее количество благодарности За свои книги я получил От людей За то Что они прочли Создали резервный фонд И далее Этот резервный фонд Собственный резервный фонд Да Совершенно верно И он в дальнейшем пригодился Это самый эффективный способ Как бы Ну не эффективный способ А это защита Защита собственной семьи И себя Так резервный фонд Это в чем он? Резервный фонд Это какая-то сумма Которая составляет Допустим Ваши 6-месячные расходы Если вы расходуете Там 100 тысяч в месяц Должно быть 600 тысяч Лежать где-то на ликвидном В ликвидном месте А что это? Это ликвидный депозит Как правило Депозит С которого можно забирать деньги Когда нужно Хорошо Есть такие депозиты Знаете как Пополняешь и изымаешь Без потери процентов Да, да, я понимаю Там ставки ниже А вопрос такой Ну тогда что В ТБ В Сберии И еще в чем-нибудь Да Что контролирует государство Условно говоря Потому что фактически Получается любые все банки Они становятся для нас рискованными Потому что мы видим Как ЦБ отрубает лицензии У огромного количества Финансовых учреждений И мы отдаем себе отчет в том Что люди отдают себе отчет в том Что они в зоне риска Правильно? Ну если сумма меньше 1,4 млн То как бы гарантия есть Гарантия государственная А это гарантия Это я просто не знаю Но хотел бы спросить А она соблюдается Соблюдается, да Выплачивается Другое дело Что банки Иногда маленькие банки Они иногда обманывают И даже если вы держите В маленьком банке депозит То когда банк У него забирает лицензию То может быть такое Что вас там не окажется В реестре вкладчиков Они вас не вносят То есть банки фактически Мошенничают Такое тоже бывает Потом это все находится Но это масса сил и нервов Поэтому вы правы в том Что да ВТБ, Сбербанк И что-то еще И понимаете в чем разница Вот там между ВТБ И скажем каким-то банком АБЦ непонятным Разница Всего 1% будет в депозите И когда вы кладете 10 тысяч Или там миллион Посчитайте Во что она выливается Она выливается В какие-то копейки А вы берете на себя риск Потерять Ну не потерять Но потратить время Потом чтобы забрать эти деньги И стоит ли вот это Там 100 рублей Эти которые вы выиграете Стоит ли это время Поэтому лучше ВТБ положить Или Сбербанк И получается чуть меньше процент Но вы волноваться не будете Конечно Так Услышал вас Интересная история Так сказать Уже первый лайфхак Люди получили Теперь дальше Вот по поводу инвестиций Как таковых Вот Опять же Я абсолютно бестолковый человек В этом смысле Я вроде давно в бизнесе Вроде даже немножко умею Зарабатывать деньги Но сохранять и приумножать У меня с этим проблемы Наверное Ну опять же генетическое Видимо Но вопрос то в том Заключается Что нам делать Что людям делать Что делать Абсолютно Большинство 95 процентов Населения страны Плохо себе представляет Как правильно инвестировать Потому что есть страхи Рисков инвестиций Да Вот как риски Максимально уменьшать Для людей Вот подскажите пожалуйста Очень просто Максимально уменьшить риски Положить деньги В депозит В надежном банке И вы должны понимать Вот тут Огромная ошибка Населения Россиян В основном россиян Вот этого уже нет За рубежом Кстати Вот это отличие То что россияне считают Что если не получают Там меньше Допустим Меньше 7-8-10 процентов В валюте Это не интересно Но они почему-то Вот Не понимают Что безрисковая ставка Это скажем 1 процент сегодня По долларам Или 2 процента Вот все Это вот То что без риска Но они хотят получать 10 процентов Без риска Это невозможно То есть Все что выше Ставки банковского депозита Несет с собой риск Уже более повышенный Это нужно понимать То есть вот Именно банковский депозит Это вот мера такая До которой вы ориентируетесь Без риска Консервативно ВТБ Сбербан Все что выше Это уже риск Но Но деньги вкладывать Надо в валюте Получается Да все таки Если долгосрочно Конечно Я в валюте рекомендую Потому что Ну я не знаю Что будет с рублен На ближайшее Если я могу там Еще считать Что год Ничего не произойдет Два То если я инвестирую На детей И у меня срок Там 10-15 лет Конечно я инвестирую в валюте На свою пенсию Я инвестирую в валюте Да Потому что я понимаю Что долгосрочно Рубль будет падать Поэтому нет смысла Рисковать вот этим еще курсом Уловил Понял Хорошо Вот сейчас Последнее время Ну как-то вот По крайней мере У нас тут в Питере Такой пришел новый тренд Это инвестиция В апарт-отели Ну наверное Вы это знаете Ну я не знаю Насколько он новый Может быть вы скажете Что ему уже 3, 5, 7, 10 лет Я не знаю Но мне кажется Что я услышал об этом Первый раз Буквально год назад И вижу Что сейчас Эта история Очень развивается Вокруг нее Достаточно много Шума Вот вы считаете Такие инвестиции Ну предположим Что как-то люди Убедились в том Что компания Организатор процесса Она надежна То есть у нее Какая-то там Есть история Или там Какие-то корни Правильные Вы считаете Это рискован Рисковая инвестиция Да Считаю рискованной Я считаю рискованной Вообще инвестицию В один объект В одну акцию В одну бумагу В одну компанию Всегда Неважно Вы инвестируете Когда покупаете недвижимость Я считаю Что недвижимость Это больше Ближе к бизнесу Чем к инвестированию То есть Чтобы инвестировать Недвижимость Нужно понимать ее Нужно понимать Местоположение Понимать ее перспективу Быть специалистом на рынке Потому что вы выбираете объект, покупаете его. Когда мы берем фондовый рынок, акции, облигации, мы покупаем, скажем, сразу фонд, в который входят 500 или 1000 акций, там риски совершенно другие. Но если я покупаю одну акцию, скажем, даже Макдональдс, или вот как ситуация сейчас произошла с «Женел Электрикой», когда он обвалился, то есть одна акция всегда риск. Он обвалился, в смысле акции обвалились? Да, там у него большие проблемы, они дивиденды уменьшили впервые с 30-х годов прошлого века, там большие проблемы. И получается, что когда вы любую акцию покупаете, компанию, купите сейчас Apple, что если будет через 10 лет, бог его знает, что будет с айфонами и прочее, никто не знает. Одна акция всегда риск, один объект недвижимости всегда риск, там один актив всегда риск. Поэтому вот еще один принцип инвестирования, самый главный, который знают все, не класть все яйца в одну корзину. Вот могу спросить всех, опять же, ваших зрителей, кто этот принцип соблюдает? Вот бизнесмены питерские соблюдают принцип этот? Соблюдали. Я завтра покажу на презентации, 80% вложено в один актив, либо это бизнес, либо это недвижимость, либо где-то еще, но 80% лежит в одном активе. Так не должно быть, надо диверсифицировать, иначе получается слишком большие риски, берет человек на себя, от него многие зависят, семья зависит и прочее. Хорошо, Владимир, а давайте попробуем построить две цепочки, да, приоритетности, скажем, для людей. То есть, насколько я понимаю, цепочка безопасных вложений, и вы все равно это называете словом инвестирование, да? Да. А независимо от того, это какой-то некий страховой фонд для семьи и для человека, либо это что-то, так сказать, больше, чем страховой фонд, просто желание деньги, чтобы хоть каким-то образом приумножались, да? Да, пассивным. Это же пассивный доход, типичный. То есть, самое безопасное, это вложить в банки, крупные банки, например, российские банки, возможно, не российские банки, так сказать, но там будет очень небольшой процент. Но в большей степени вы считаете, что деньги будут сохранены, деньги будут каким-то образом незначительно приумножены. Совершенно верно, да. Ну, в текущей ситуации, допустим, я рекомендую вообще это делать не в долларах, а в другой валюте, потому что риск. Ну, это, опять же, временная ситуация, когда санкции США вводят. Я рекомендую всем, и писал об этом, лучше от долларов избавиться, перевести их в другую валюту, чтобы не получилось так, что наше правительство возьмет и доллары эти... А вы имеете в виду в евро? Какие еще валюты? В евро, в фунты, в швейцарские франки. Ну, если сумма большая, можно две валюты взять, в евро, скажем, и в фунт, и в швейцарские франки. Если сумма маленькая, просто в евро, и все. Тем более, что доллары-то, не так много людей в Америку ездят, чтобы именно держать все в долларах. Чаще в Европу ездят, чем... Да, это скорее по исторической привычке, вы же помните, да? А сегодня, да, вот на этом риске, когда санкции вводятся, и когда говорят, что деньги в госбанках американцы могут заморозить, закрыть, и нечем будет Сбербанку отдавать валюту, то могут отдать рублями просто. Я считаю, что вероятность очень низка. Ну, как говорится, почему? Ничего страшного, если в евро перевести, гораздо спокойнее будет спать тогда. Хорошо, Владимир. Итак, первая цепочка, самая низкодоходная, но самая надежная, это, так сказать, банковские депозиты. Банковские депозиты, совершенно верно. Дальше в этой цепочке низкодоходных, но, так сказать, достаточно гарантированных. Это что? Слушайте, я, на самом деле, вот, опять же, боюсь, конечно, в сложности уходить. Для меня, если говорить о рублевых инвестициях, даже приоритетнее является, чем банк. Более приоритетным является ОФЗ, облигация федерального займа. Вы знаете о них. То есть, они, во-первых, можно найти момент, когда можно купить дешевле, и будешь получать больше доход, чем в банковском депозите по рублям. Во-вторых, даже если банк банкротится, ваши ОФЗ всегда будут с вами, ваши ценные бумаги всегда будут с вами. Если вы держите там миллион, два миллиона, три миллиона рублей в банке, банк банкротится, вам отдают миллион четыреста. Если вы держите эти три миллиона в ОФЗ, банк банкротится, ОФЗ ваши остаются, ничего не происходит с ними. Поэтому мне это больше даже нравится в ОФЗ. А с ними действительно ничего не происходит? Нет, ничего не происходит. Если государство не объявляет дефолт, но у нас нет причин для этого сейчас. Я считаю, что той ситуации, что было в 1998 году, скажем, когда объявили, и прочее, такого нет. Сейчас низкие ставки, хватает денег. То есть, для дефолта причин никаких нет. Поэтому гарантия государства, кстати, в Сбербанк, в ВТБ тоже гарантия государства, в любом случае, там и там, везде. Но ОФЗ получается по рейсу даже выше, чем все эти банки. Поэтому я считаю, что... По рейсу там выше? По надежности выше. По надежности. Гарантия правительства здесь есть. Это выше, чем гарантия, скажем, Сбербанка даже. Потому что Сбербанк, Госбанк тоже частично. Но здесь стопроцентная гарантия правительства на ваше ОФЗ. Поэтому ОФЗ – это хороший вариант для инвестирования. И тоже в валюте? Они в рублях. Это рублевые, да. Хорошо. А вы не думаете, что тогда процент ставки будет меньше, чем, например, инфляция? То есть, может быть... Ну, вы знаете, чем ОФЗ хороши? Когда они колеблются в цене. Вот в банке вы получаете, вы кладете, скажем, рубли, вам говорят 7% в рублях или 8% в рублях. Вы положили. ОФЗ тоже сегодня дают 8% в рублях. Но в какой-то момент цены на облигации могут упасть, и они уже будут давать 9 или 10%. Если вы в это время купите, вы будете получать 9-10%. Они возвращаются обратно, опять получаете 8%. То есть, там уже надо ловить момент, когда купить. Но это может быть. Я, на самом деле, предпочитаю длинные деньги, которые на долгий срок держать в валюте, как вы говорите. Предпочтительно. То есть, в рублях держать то, что вам понадобится, скажем, в течение года или двух лет. Там машину купить, ремонт. Это в рублях. Либо в банке, либо ОФЗ. А остальное, конечно, в валюте. И следующим после депозита, я считаю, идут фонды облигаций, иностранных облигаций. Иностранных облигаций. Да, я считаю, фонды иностранных облигаций, хотя есть такие фонды российских евробондов. Но я считаю, что облигации тех же разных стран, это более надежно. Можно гособлигации. Они, кстати, дают не намного больше, чем депозит. Но облигация – это тот инструмент, который несет с собой надежность и гарантирует, если это облигация не рисковая, конечно. Улавин. Итак, из низкодоходных, но достаточно устойчивых инвестиций, которые достаточно безопасные, мы считаем УФЗ, мы считаем депозиты в банках. Третье, четвертое, что мы сейчас еще назовем? Смотрите, третье, четвертое я назову более рисковое, но есть ли у вас, вот опять же, я читаю более рисковое. У меня есть такая книга «Миллион для дочери», вы не читали? Я ее видел только. Видели, да. Суть в чем, вот в этом году исполнилось 15 лет моего публичного эксперимента. В 2003 году я начал откладывать по небольшую сумму, 100 долларов в месяц, накапливать на дочь свою. Я просто их начал откладывать, знал, что я минимум 15-20 лет не буду их трогать, они мне не нужны. И когда такой срок у вас есть, больше 10 лет, я считаю, что вообще целесообразно инвестировать только в акции. Рынок акций, он, если вы хотите получать доход больше инфляции, вы должны инвестировать в акции. То есть, следом за депозитами пойдут акции все-таки, да? За облигациями. За облигациями, извините, да. Потому что акции, они исторически в два раза обгоняют инфляцию. В два раза. И поэтому, если вы хотите получать доход больше инфляции, выше инфляции, вам нужно инвестировать в акции. А если вы инвестируете на срок 10, 15, 20 лет, скажем, на ребенка, либо на пенсию, то можно инвестировать все в акции до каких-то пор. Вот как я на дочери инвестирую, я инвестирую 100 долларов в месяц. Мы к разговору о том, нужно ли маленькие суммы инвестировать. Для многих 100 долларов это получается 6 тысяч рублей в месяц, это небольшая сумма. Для Москвы и Питера не очень. Не очень. 6 тысяч рублей в месяц я инвестирую на протяжении 15 лет. Сейчас на счете у моей дочери 42 500 долларов. Ну не сейчас, а на 31 декабря прошлого года. Вот в этом декабре буду подводить очередной итог рассчитывать. То есть за 15 лет со 100 долларов накопилось 42 500. Дочь моя постоянно пытается их вытянуть на айфон новый или что-то еще. Но мы сдерживаем пока порывы. И запрет стоит. Хотя 18 лет ей исполнилось, я ей сказал, может отдать тебе эти деньги. Она говорит, отдавай. Я говорю, что ты будешь с ними делать? Она говорит, ну то-то, то-то. Она таких вот хотела, как она назвала, на 5 тысяч долларов. Она говорит, ну когда у тебя будет более конкретно что-то, отдам. Пока еще рано. Ну она согласилась, рано. Так поговорила и ушла. Но 100 долларов в месяц и 42 500 долларов, вот суть инвестирования. И когда вы инвестируете планово, небольшими частями даже, небольшими суммами, это всегда эффективно. А если бы я тысячу долларов в месяц инвестировал, было бы, соответственно, 420 тысяч. Но это с процентами, естественно. Это с процентами, да. Там, получается, у меня получился процент по валюте 10%, 10,1, по-моему, получился за эти 15 лет. Но я инвестирую всю сумму в фонд американских акций. Все в акции только. Это фонд американских акций, всего рынка. Не отдельные акции, а именно фонд. То есть такой безрисковый. То есть, получается, фонды это все-таки надежнее, да, вы считаете? Это не то, что надежнее, это более волатильный риск. Вы можете уйти в минус. Кстати, вот интерес, опять же, пример из этого кейса. Я в 2003 году инвестировал. В 2009 году у меня на счете было меньше денег, чем я инвестировал. То есть я провалился в минус. На 2006 году. Не каждый это может выдержать. Вы знаете, вот, допустим, психологически сложно. Но у меня, опять же, правило. Каждый январь я... Я не каждый месяц инвестирую, я инвестирую в январе 1200. Каждый январь я очередную там порцию 1200, не читая новостей, не слушая аналитиков, просто 1200 покупаю фонд. У меня даже рука не поднималась в прошлом году купить его. Ну, вроде рынок вырос уже, куда ему расти? Думаю, может пропустить? Пропустил бы, я пропустил бы там огромную доходность, самую высокую доходность, которая была там за все эти годы. То есть один из принципов, советов, не слушайте аналитиков. Большинство аналитиков не угадывает. Надо слушать экспертов, а не аналитиков. Да экспертов не слушать. Никто не знает, что будет с рынком, никто не знает, совершенно. Но если у вас 10-15 лет есть впереди, то рынок акций – это самое выгодное для вас вложение. Хорошо, все-таки как эксперт, рекомендуете ли вы людям инвестировать все-таки уже в более высокодоходные какие-то проекты, но, соответственно, более рискованные. И если да, то во что именно? Самый эффективный доходный проект – это собственный бизнес. Это всегда. Когда вы инвестируете в бизнес, который вы знаете, понимаете, это самый доходный. Другое дело, что, я повторю еще раз, нельзя вкладывать все в одно место. Вот опять же, это ошибка российских бизнесменов, особенно именно не в Москве и в Питере даже больше, а вот в регионах. Они все считают, что бизнес, я контролирую, вот тут я сижу, я знаю губернатора, я знаю этого, и поэтому все надежно. До каких-то пор это надежно, действительно. И в Беларуси тоже, я часто в Беларуси бываю, живу там практически. То есть там то же самое считают, что вот я на коне, а потом оказывается, смотришь, он уже в тюрьме через 4 года. То есть разные вещи происходят. Нельзя все инвестировать в одно место. Но бизнес – это самый доходный проект. Я советую инвестировать в бизнес, создавать бизнес, но я не даю совета в какой. Это вы лучше знаете свой бизнес. У каждого человека есть какой-то опыт и знания, и в этой области он создает свой бизнес. Да, Лавер, но при всем при этом 95% компаний, новых проектов, предпринимательских замыслов не доживают до 5-летнего юбилея. К сожалению, да, ничего не сделают. Это выгодный статистик. Он не мог решиться уйти, он долго не уходил. Пока мы с ним не сделали план, он после этого плана, как мы сделали, он начал его реализовать. И первое, что он сделал, резервный фонд на 2 года. У него была сумма, которая позволила ему жить бы 2 года, если бы он прекратил получать доход любой. И после этого он ушел с найма и пошел в свой бизнес. И у него было 2 года запаса, чтобы создать свой бизнес. Большое время. То есть за полгода, может, посмотреть не получилось, ну ладно, пойду опять искать работу. Но тем не менее, наличие резервного фонда при создании собственного бизнеса, это обязательно, чтобы семья себя чувствовала спокойно. А как насчет недвижимости? Это хороший инвестиционный актив. Но я повторю, что для меня недвижимость, я люблю фонды недвижимости. Я могу купить там на американском рынке фонд, который инвестирует в недвижимость, которая сдается, я получаю дивиденды. Я могу за минуту продать этот фонд. Инвестировать в физическую недвижимость, это уже бизнес, надо разбираться. Я правильно понимаю. Это что, риелторы самые богатые люди, вы знаете почему. Потому что они профессионалы в этой области. Но они покупают лучше объекты. А когда мне говорит риелтор, вот купите объект, отличный объект, доходный, надежный, я понимаю, что что-то там не так, потому что почему он сам его не купил? Он или его родственники близкие. То есть я уже где-то в цепочке в этой стою дальше. И поэтому я понимаю, что риелторы в любом случае сливки снимают всегда. А нам остается то, что им нужно продать. Вот из опыта там своего, своих друзей, я понимаю, так сказать, тоже такую странную статистику. То есть не просто там вкладывать в недвижимость, ну теоретически недвижимость растет. Но если говорить про Россию и про Питер, если, например, квартиры, так сказать, все-таки жилой фонд в городе действительно все-таки растут, вот статистически, со всеми своими волнами, с разными периодами, но за какой-то длительный промежуток времени все равно они реально вырастут. То недвижимость загородная на самом деле практически падает. И она гораздо более трудна по ликвидности. Это ведь так? Поэтому, когда мы говорим о вложениях в недвижимость, мы все-таки говорим об инвестициях в городскую недвижимость. Да, безусловно. И смотрите, получается опять же то же разделение риск и доходность. Если вы говорите жилой недвижимости, в Москве сегодня доходность при сдаче квартир где-то получается 4-5%, не больше. Я думаю, что в Питере то же самое на самом деле. Вы считали, не считали это? Не знаю, просто не знаю. В Москве мы считали. 4-5% получает владелец квартиры, который ее сдает. Это очень мало. На фоне нерастущей недвижимости депозит дает больше. Поэтому сегодня, в принципе, инвестиции в недвижимость неинтересны, потому что они дают очень низкий доход. И при этом все проблемы с арендаторами, с ремонтами и прочее, прочее. Теперь с налоговой еще тоже надо декларировать весь доход. И я о загородном общении не говорю о недвижимости. То есть я говорю о коммерческой, офисной и жилой. Коммерческая, офисная дает больше доход. Но в случае кризиса все исчезает. Вы знаете, 2014 год, когда офис опустили, люди съехали. То есть там больше доход, но и больше риски. Жила меньше доход, меньше риски, безусловно. Поэтому надо, конечно, понимать. И вот говоря о доходности по недвижимости, я хочу отметить, что недвижимость исторически, в России нет такой статистики пока, маленький срок. Американцы, американская статистика, за 120 лет недвижимость фактически покрывает инфляцию, ценную недвижимость. Она не растет выше инфляции. Если вы не получаете ренту с недвижимости, вы просто покрываете инфляцию недвижимости в долгосрочном периоде. Там нет роста. Вот в чем дело. Я опять же, вот сравнение золото и недвижимость, это не растущие активы. Они защищают ваш капитал, но не растут. Акции, облигации растут. То есть получается, акции, облигации и депозиты. Депозит тоже покрывает инфляцию и все. Это сбережение, скажем так. Но это важно. Это нужно иметь недвижимость и депозиты и прочее. Опять же, это диверсификация. Нельзя полагаться на дни акции. Если вы всю акцию инвестируете, будет ситуация, как вот с миллион для моей дочери, и когда на пятый год, шестой все просят, вы скажете, Владимир посоветовал, сейчас сижу, минус 10%. Нельзя все инвестировать в одно, тем более акция это действительно рынок такой своеобразный. Я его люблю, я понимаю, что он растущий, но… И все мы помним о Джейнерл Электрикс. Да, но если вы психологически к этому не готовы, а когда идет паника, обвал на рынке, все люди пугаются, потому что эмоции, это эмоции, которые те же бизнес-каналы нагнетают. Конечно. Это всегда приводит к неправильным шагам, и вы знаете, что недвижимость больше всего покупок было в седьмом году, в восьмом, перед обвалом. Золото больше всего покупок было в одиннадцатом году, перед обвалом. То есть, когда вот эта эйфория идет, на эмоции покупают. А когда все валится, начинают продавать. То есть, эмоции – это самая главная ошибка, конечно. Да, ну теперь понятно. То есть, люди, по крайней мере, поняли, что как в психологическом состоянии, в эмоциональном состоянии человека все время синусоиды есть, как только, так сказать, все растет, скоро все будет падать. То есть, наверное, логика в этом есть, да? Ну, есть, когда эйфория. Вот, к сожалению, есть такой признак, но мне неприятно об этом говорить, но оно так и есть. Когда пенсионеры начинают нести куда-то деньги, золото, им говорят, что вот золото вырос, там растет на сто процентов в год, несите. Вот когда пенсионеры – это последний слой, когда они несут деньги, это уже признак того, что сейчас все валится. Потому что пенсионеры – это вот последний слой, который вот уже несет деньги. Вот это лайфхак. Когда в ПИФы несут деньги пенсионеры, такая ситуация была на Украине, знаете, в каком году? Забыл, в каком году, когда… В, по-моему, в восьмом году. Там в начале, с января по июнь фондовый рынок Украины вырос на сто двадцать пять процентов. Пенсионеры пошли с сумочками туда, деньги понесли. То есть вот это вот, ну да, это вот такой совет, это эйфория уже. Когда все находятся в такой эйфории, думают, что это будет всегда. К сожалению, когда все начинают продавать там все, что есть, чтобы купить какой-то актив, это эйфория. С недвижимостью было то же самое в восьмом году. Люди не глядя покупали все подряд. Риалтор звонил, говорит, вот есть квартира, правда, первый этаж и ящики мусорные под окном. Говорит, неважно, бери. Цена – неважно, бери. Это эйфория, конечно. Вот удивительное дело. Я сам для себя, коллеги, узнал настолько много интересного, что просто в шоке. Понимаю, что тема необъятная, точно не за сорок минут. Владимир, если можно сейчас там просто в течение одной минуты, время у нас истекает все-таки. Вот самые-самые такие полезные лайфхаки для наших зрителей на свою камеру. Все, что вы считаете нужно, уложить в 60 секунд. Пожалуйста. На самом деле я уже об этом говорил. Повторю еще раз, что самый эффективный способ управлять своими деньгами – это не расходовать все, что вы зарабатываете. То есть часть дохода откладывать, какой бы маленькой эта часть ни была. Пускай это будет тысяча рублей в месяц, либо 10 тысяч рублей в месяц, либо 100 тысяч рублей в месяц. Откладывайте. И пускай, даже если вы не инвестируете, а просто кладете на депозит, либо в сундук, все равно эти деньги остаются и накапливаются. Для тех, у кого есть деньги, я повторю, что никогда не влезайте в какие-то рискованные продукты. Не влезайте туда, где вам обещают большой процент. Любой процент выше банковского рискованный. Если вам гарантируют 20% в месяц – это уже пирамида. К сожалению, жадность, та эмоция, которая поглощает всех в России и за рубежом. Люди не могут удержаться от того, чтобы заработать быстро и много. Я думаю, что эти два совета, наверное, самые основные, которые можно дать, чтобы так не размазывать все это дальше. Не расходовать все, что зарабатываете. И второе – не влезать в рискованные проекты. То есть получать нормальный, стабильный доход по своим инвестициям. Владимир, спасибо вам огромное. Уважаемые зрители, до новых встреч. Спасибо вам, всего доброго, счастливо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.